Наряду с ростом напряжения в сфере технологий, между США и Китаем произошел очередной кризис, связанный с париками. Утверждается, что парики марки «Черное золото», доля импорта которых на рынке США составляет 2,5 миллиарда долларов, были произведены из волос ульгуров, содержащихся в концентрационных лагерях. Министерство торговли США обратило внимание на рост производства париков в момент, когда 2 миллиона ульгуров и других турков были отправлены в концентрационные лагеря. Министерство торговли проверило китайскую продукцию и предупредило Пекин об этой проблеме. Таможенная и пограничная служба США заявила, что за последние месяцы было изъято 13 тонн волос, произведенных в Китае, стоимость которых составила 800 тысяч долларов. 9 октября в парламенте Австралии выступили ульгуры, которые сообщили, что Китай угрожает им и преследует даже в Австралии. Глава викторианской ульгурской ассоциации Алим Осман и председатель австралийской ассоциации ульгурских женщин Рамиля Джанишева подчеркнули, что угрозы мешают ульгурам, проживающим в Австралии, выступать против Китая. «Я беспокоюсь о том, что если буду говорить от имени моего народа, то в ответ Китай подвергнет наказанию мою семью. Живя в свободной и демократической стране, мы все равно чувствуем стеснение. Это касается всех ульгуров, проживающих в Австралии», цитирует Алимо Османа, газета «Гвардиан». Председатель партии будущего Ахмед Даутоглу выступил с заявлением на первом съезде партии, который состоялся в городе Мерсин. Задав вопрос руководителю националистической партии Турции Девлету Бахчели и президенту Эрдогану о причине их безмолвия по вопросу преследования и геноцида в Восточном Туркестане, Даутоглу продолжил свои слова следующим образом. Почему ваш громкий голос, который возвышается до предела, когда дело касается нас, умолкает, когда речь идет о наших братьях-уйгурах? Почему бы вам не исполнить завет Исы Юсуфа Альптекина, от которого мы узнали о нынешнем положении Восточного Туркестана? Из-за каких интересов вы молчите? Вы говорили, что мир намного больше, чем пятерка Совета Безопасности ООН. Вы забыли, что Китай входит в эту пятерку. Эрдоган считался голосом угнетенных, а Бахчели защитникам тюрков за пределами страны. Что это за кабала и унижение? За сколько вы продали Восточный Туркестан и жизни уйгуров? Ответьте на мои вопросы, если у вас есть совесть. Китайская Народная Республика дислоцировала крупную группировку войск у северного отрезка границы с Индией. Об этом в интервью американским СМИ заявил госсекретарь США Майк Помпео. Помпео считает, что Союз Австралии, Индии и Японии находится под угрозой Коммунистической партии Китая. Индия проинформирована о том, что на севере дислоцированы 60 тысяч китайских военных, сообщил глава американской дипломатии. Глава госдепартамента также раскритиковал действия Китая по борьбе с эпидемией коронавируса нового типа и обвинил Пекин в краже интеллектуальной собственности. Помпео призвал страны Индо-Тихоокеанского региона, известные как группа Куад, объединиться против угроз Пекина. Лидер Тайваня Цай Инвэнь выразила надежду на то, что напряженность в отношениях с Китаем снизится, если Пекин изменит свой подход. Цай Инвэнь сослалась на слова Си Цзиньпина, сказанные им в ходе видеообращения на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Мы надеемся, что это станет началом установления истины, поскольку страны региона и весь мир обеспокоены растущей гегемонией Китая. Если Пекин прислушается к голосу Тайваня, изменит свой подход к отношениям с островом, упростит мирный диалог и начнет примирение, напряженность в регионе, несомненно, спадет», отметила глава Тайваня.